Алексей Эдуардович, считаете ли вы себя героем? Ни в коем случае и никогда не считал. Я просто делаю свою работу. Настолько, насколько я могу ее делать. То, что воспринимается со стороны, может оцениваться как угодно. Но, с другой стороны, я тебе скажу такую штуку, что любой героизм – это исправление чьих-то ошибок. В основе любого подвига или того, что мы потом можем назвать геройским поступком, практически всегда лежит чей-то очень серьезный прокол. Если у самолета остановились двигатели, и герой, летчик, посадил его без двигателя, это значит, что какой-то очень нехороший человек либо неправильное топливо в машину залил, либо его не долил, либо что-то сделал с двигателем не то. И когда двигатель остановился, просто так моторы не останавливаются. Вы писали сценарий для фильма «Салют-7». Считаете ли вы, что главный герой этого фильма совершил подвиг? Ты знаешь, сами главные герои этого фильма, а я знаю тех людей, чьи судьбы лежали в основе этого кино, и с ними очень дружу, и с Владимиром Александровичем Дженебековым, и с Виктором Петровичем Савиныхом. Они то же самое говорят, что мы никакого подвига не совершали, мы просто делали свою работу. По сути, они спасли страну от войны. По сути, они сделали невозможное. Но это невозможное стало шлейфом того, что был плохо подготовлен аккумулятор, был неправильно просчитан алгоритм, машина выключилась, испытала на себе дополнительные нагрузки, о которых никто не подумал, когда конструировал машину. Они сделали практически невозможное. Но они это сделали. Сами они говорят, что мы просто выполнили свою работу. Вот как у меня Дженебеков говорит в интервью для фильма. Ну какой я герой? Я просто делал свою работу. Я летчик, я умею летать. Я должен был пристыковаться. Герои-шахтеры, которые работают под землей на глубине 150 метров, вот они герои. Это мне говорил Владимир Александрович Дженебеков. Но еще раз повторюсь, они сделали невозможное в силу того, что они очень хорошо владели профессией. Ну да, если судить по фильму, то сделать подобные вещи в космосе практически нереально. А больше никто такого и не смог сделать. Теоретически и практически это вообще никак. Ну, как видишь, теоретически было невозможно, а практически получилось. Они сделали. Они это сделали. И когда весь центр управления полетами, а у нас на хроникальных кадрах это есть, встал и стоя аплодировал космонавтам, которые пристыковались к неуправляемому объекту, нашли его на орбите. Ну, правда, иголку в стыке сена найти. Да, это действительно чудо какое-то сделали. Ну, ты понимаешь, чудо любое основано на очень высоком профессионализме. Ведь когда врач пересаживает сердце пациенту, все говорят, это чудо. Но сколько лет он тратит на то, чтобы освоить способы пересадки сердца. Сколько исследований проведено, чтобы сердце совпало, новое сердце совпало. Сколько лет человек ждет, чтобы группа крови, резус-факторы, все предлагаемые обстоятельства этого сердца совпали. Это действительно случай один, условно говоря, там из ста тысяч. Но он находится и тогда включается в дело профессионализм, и человек остается жив. Вот вы сделали совершеннейшее чудо, когда вы сделали газету. Совершеннейшее чудо, когда вы слышите, когда вы это свое услышанное, ощущенное, пойманное от запахов, от движения, от прикосновения, вы перекладываете в слова. Для меня это чудо. А вы это делаете, потому что вы так научились это делать. Ведь чудо – чудо, но факт – факт. Все совпадает. Ну, видишь, это как пазл. Да. Но для этого надо многое знать, многое уметь, преодолеть себя, узнать, услышать. Ведь когда мы говорим о том, что у человека слабовидящего есть фантастическая совершенно особенность – видеть пальцами, ощущать пальцами. Вот вспомни, как я вам рассказывал, как стартует ракета. Мы с вами разговаривали руками. И мы понимали друг друга. И это другой способ общения. И когда вы этот способ общения еще умудряетесь переложить в бумагу, сделать Брайля, которого читаешь руками, возникает другое общение. Чудо – чудо. Факт – факт. Как вы считаете, что можно назвать героизмом в мирное время? Ты знаешь, героизмом в мирное время можно назвать постоянную работу, которую ты выполняешь. Люди, которые умудряются удержать себя, не срываться, не реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства и по-честному делают свою работу. Они достойны всякого уважения, они достойны восхищения, потому что каждый день делать свою работу – это в сегодняшнем дне, в изменяющихся предлагаемых обстоятельствах, это уже подвиг. Это не героизм даже, наверное. Знаешь, есть такое выражение – делай, что должно, и будь, что будет. И вот тех, кто делает, что должно, их почему-то со временем становится меньше. Но когда таких людей много, тогда жизнь движется и меняется к лучшему. Так что обычный героизм – это просто по-честному жить. В наше изменяющееся время, когда масса вещей покупается и продается независимо от социального статуса, вероисповедания, конфессиональной принадлежности. В общем, независимо от всего, мир меняется, и причем стремительно. И меняют его люди, которые делают свое дело. Вы – военный журналист. Бываете ли, удается ли вам бывать в родном городе, когда вы осели, работаете, живете в Москве? Ты знаешь, удается, но очень редко. Удается очень редко, потому что у меня каждый день я в эфире на телеканале «Звезда». Я сейчас преподаю студентам в гуманитарном институте кино и телевидения, читаем журналистику. Я преподаю и читаю журналистику во Всероссийском государственном институте кинематографии. Мы с ребятами работаем. Это занимает достаточно большое количество времени. У меня никуда не делись командировки. У меня впереди армейские игры, международный военно-технический форум. И мне нужно это делать. Так что в Новосибирск я прилетаю набегами. Но ты знаешь, вот ты сказал, военный корреспондент, я скорее корреспондент, который работает на войне. Я не принадлежу каким-либо родам войск. Я корреспондент, который рассказывает о людях, оказавшихся в ситуации войны, о людях, оказавшихся в сложной ситуации. Я не снимаю кино про космос. Я снимаю кино про людей, которые работают в космосе. Я не снимаю кино про самолеты. Я снимаю кино про людей, которые придумывают самолеты и летают на самолетах. То есть это немножко другой подход. Военный корреспондент и корреспондент, работающий на войне. Ну да, мы привыкли таких людей называть военными корреспондентами. На самом деле мы самые обычные корреспонденты, которые работают в экстремальной ситуации. Просто их... Просто надо поменять местами слова. Вот и вся. Нет, надо местами поменять смысл. Вообще все менять надо местами, чтобы понять, что такое корреспондент, работающий на войне. Ну это сложная работа. Ну это сложная, но иной раз побывать в этой обстановке. Ну ты понимаешь, кто-то же должен это делать. Кто-то должен. Плюс ко всему прочему, я тебе скажу такую штуку. Не все могут это делать в силу своей душевной организации, психологической организации. Не все могут это вынести. У меня было два примера, когда у меня два человека, увидев, столкнувшись с войной напрямую, лишились рассудка. Опа. Да. Мы провожали на войну здорового парня. Он поехал продюсером съемочной группы, он попал под ковровую бомбардировку. Это как понимать? Ковровая бомбардировка, это когда тяжелые бомбардировщики заходят и бросают бомбу на протяжении своего полета. 20 тонн бомб на скорости 700 километров в час. Получается такая дорога, ковер из бомб, который выжигает все живое на земле. И вот парень попал под такую бомбардировку, жив остался. Но эмоции и ужас, который он при этом испытал, лишили его рассудки. И я повторю, что мы провожали на войну нормального Криса, а прощались, сажали на самолет человека, отправляя его в Москву, абсолютно не реагирующего на всю окружающую действительность. Он ушел в свой сумрачный мир, и в этом мире мы его отдавали врачам. И как сложилась его дальнейшая судьба, я тебе даже не могу сказать. А вторая ситуация была, когда у меня оператор увидел убитую семью, маму, папу и двух детей, и у него тоже перемкнула голову, у него началась истерика. Я вынужден был со съемок его загрузить, что называется, в самолет. Мы не смогли его привезти, вывезти из этого истерического состояния. И отправить домой, чтобы его тоже лечили врачи. То есть война на всех действует по-разному. Она вытаскивает все самое лучшее и все самое худшее. Война, что хочешь, жестокая. Ну да. В Великой Отечественной войне тоже люди работали. Ну да, есть даже памятник операторам, работающим на войне. Вот он сейчас будет открываться возле российского архива кинофотодокументов. Там будет памятник операторам, работавшим на войне. Наших операторов советских было приблизительно 300 человек. И многие из них погибли, выполняя свою работу. Потому что они должны были зафиксировать тот ужас, который называется война. И 5 декабря исполнился был юбилей фильма «Битва под Москвой», который первый в истории кино получил Оскара. Лучшую, высшую киношную премию за документальный фильм. И этот фильм как раз впервые всему миру. Тогда же не было телевидения, тогда не было интернета. Это был 41-й год. Так вот, 5 декабря 41-го года этот фильм вышел на экраны. И люди, которые не понимали, что происходит на войне, увидели ее ужасы, снятые на кинопленку. И увидели, что врага можно бить. И что с этой жутью, которая называется фашизм, с этими наступающими полчищами, можно бороться, и их можно уничтожать. И фильм обошел весь мир. И он доказал людям, что они могут победить фашизм. И он стал той стартовой точкой, с которой пошли эти наступления. То есть кино сыграло колоссальную роль в жизни тех, кто оказался на войне, тех, кто был рядом с войной. Да, вот, казалось бы, кино и такая вот поддержка, которая помогла, так сказать, победить фашизм. Да, да. И можно даже сказать, в открытую кино. Что кино? Создателям этого фильма спасибо за мирное небо на голову. И в прямом смысле этого слова. Абсолютно прав. А как мы делали и делали, как наши коллеги делали ежедневные, новости с фронта. И на заводе делают самолет. У него есть бортовой номер. На нем пишут буквы за родину. И потом этот самолет появляется в кино. И люди, которые приходят в кинотеатр и видят этот киножурнал, видят, как их самолет бьет врага. И они опять идут к станку. И они понимают, что они делают дело. И летчик, который летает на этом самолете, в кадрах говорит им спасибо за хорошую машину. Это тоже подхлестывает людей. Это те эмоции, которые помогают в очень сложной ситуации работы по 24 часа в сутки выжить. Так что кино в этом смысле делает очень серьезные дела. И делало во время Отечественной войны особенно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...